МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лена, слушай, давай одну программу снимем. Я давно тебя хотел попросить об употреблении спиртного верующими. Давай, сделай программу. Ты будешь за, а я против. За что я буду? За то, что пить. Я? Многие пьют же, да? Я сын алкоголиков, принципиальный трезвенник по жизни. И я, у кого приемные дети, от родителей алкоголиков, у кого репцентр, я должен буду защищать позицию христиан. Конечно. Вы пивох? Ты сын алкоголика, а я сын верующих родителей. Я никогда пьяный не был. Как я могу защищать? Я один раз был пьяный. И что, мне теперь из-за этого сражаться? У тебя полный алиби. Ты опять белый, понимаешь, с крылышками, херувимчик сидишь здесь в студии. Гена. А я, Серега, мне уже из фейсбуков, вконтакте, из твиттера удаляют уже, понимаешь? Тебе это не повредит. Махненко, у меня же рожки уже вырастают из этой программы твоей. Поверь мне, христианцы так много пьют, что ты гораздо больше приобретешь, чем потеряешь. Серега, меня... Они просто молчат, боятся. Я вот когда брал, хотел интервью взять, все говорят, ну понимаешь, я боюсь это вслух сказать. Да, потом приезжаем в церкви, да? Сережа Демидович, пожалуйста, вот за кафедрой проповедуйте. Махненко едет, понимаешь? Все, страх уже у людей. Паралич. Я считаю... А мне детей кормить надо в пилигриме чем-то, пожертвовать надо тоже собирать. А ты, конечно, ты... А ты не говоришь, что пить много, а чуть-чуть, понимаешь? Ты много не выпьешь, и все. Чуть-чуть. Фу, Серега, это... Часть людей же пьет. Ты согласен, что в христианстве часть людей пьет. Ладно, я не знаю. Но молчат, боятся об этом. Давай рассудим все за и против. Наша тема добро и зло. Зло. Пить или не пить. Добро наша тема. Добро и зло. И зло, понимаешь? Ну, давай, ну поехали. Можно по-другому зло и добро. Да, поехали. Дорогие друзья, дорогие телезрители, добрый день. Мы вас всех приветствуем. Вы смотрите программу... Ведущий которой белый и пушистый Сережа Демидович. Да, и не белый, и не пушистый Геннадий Махненко. Мы получили много писем, получаем. Каждый день мы получаем письма по поводу двух портфелей. Недавно на свою голову я объявил такое вот предложение. Присылайте нам тему в программу. И вот, ну, много писем приходит. И вот одно из них добрался до него Сергей. Меня обрадовала ваша просьба. Присылайте предложение относительно тем новых передач. Я еще давно думал вам написать. Ну, вот все, ура, вот я могу написать. В последнее время я увидел особо острую нужду в более глубоком раскрытии темы... Человек нам пишет. Вот заметь. Темы... Особо острую нужду. В раскрытии темы, касающиеся употребления вина, в некоторых случаях, шампанского, пива среди христиан. Я раньше думал, пишет один из наших зрителей, что это, оказывается, не думал, что это, оказывается, настолько спорный вопрос. И сам лично слышал, как достаточно серьезные служители с кафедры при многотысячном зале, можно сказать, пропагандировали культурное выпивание спиртного. А точнее сказать, своим примером, пользуясь своим авторитетом, снимали запрет подобных вещей. Поэтому я, пишет наш телезритель, и решил предложить вам к рассмотрению эту тему для ваших суперпередач «Два портфеля». Давай представим себе, что вот стоит вопрос, пить или не пить? Хорошо. Я считаю, что пить вообще нельзя. Это является грехом. Потому что, когда человек выпьет, из его сердца лезет всякая гадость, понимаешь? Я считаю, что так ставить вопрос нельзя. Почему? Почему нельзя так ставить вопрос? Ну, начнем с первого интервью, которое у нас есть к этой программе. Отношение христианина к алкоголю, мне кажется, надуманным. Если вспомнить Писание, то служение Христа началось, собственно говоря, с галилейского чуда на свадьбе, в котором он превращал воду в вино. И ведь, по большому счету, закончилась-то тайная вечеря, где в память о Христе мы должны пить вино. Это не говорит о том, что необходимо упиваться этим вином. Но проблема, пить или не пить, сама по себе надумана. Надумана и лишняя. Здесь, в Испании, вообще нельзя представить себе, по большому счету нельзя представить себе людей на обед, не выпивающих стакан хорошего вина. И от этого большинство этих людей не становится худшими или плохими христианами. Культура, например, жизни в Испании такая, что вино – это неотъемлемая часть продуктов питания, скажем так. То есть, так же, как это было, в общем-то, в Израиле. Относительно чуда в Кане Галилейской. Чудо в Кане Галиле. Это первое, что, когда мы говорим, нет, христианин очень просто. Да, если он христианин, ни в коем случае. Знаешь, я такие случаи говорю, я такие случаи, очень простой ответ. Если ты можешь превратить воду в вино, тебе пить можно. Пожалуйста, наливай воду, превращай в вино. Красиво, но богословски некорректно. Христос не для себя превратил это в вино. Да его мама уговорила, понимаешь? Он просто маму любил свою. Мама говорит, тут его слушайте. Маме, я думаю, хотелось показать, что Иисус вот может, понимаете? Послушайте, я хочу, во-первых, ясно объяснить телезрителям. Даже когда я рос в семье алкоголиков, я работал на винзаводе. Меня там Христос нашел. В компании, в подавляющем большинстве алкоголиков. Год вино на работе, вино в бетоне посредине комнаты на ночь. Два сорокалитрового бетона. Я целый год не прикасался к вину. По-моему, уже напоследок что-то пол чашки там, ну так, просто... Гена, понимаешь, у тебя была... Я убежденный трезвенник по жизни. Да, я согласен. Но! Да, я согласен. Ты видел очень негативный пример своих родителей, да? Да. Но поверь, ты исключение. Гена, ты полное исключение. Но! Сегодня я... Когда мы говорим, мы живем в катастрофической культуре. В культуре, где, к сожалению, церковь не видит проблему употребления вина, я с этим согласен. Православная церковь не видит проблемы. А евангельская церковь залазит в другую крайнюю... А почему она? И говорит, если человек выпил бокал шампанского на Новый год, он больше не христианин. Нельзя. Некорректно. Богословский, теологический, библейский... Ты помнишь, профессор из Собачьего Сердца, что он говорил? Пиво Шарикову не давать. По какой причине? Вот. Сердце Собачье, понимаешь? Проблема в Шариковых не... Конечно! Количество Шариковых вводит нас в особую стратегию в этой культуре. В Испании у людей нет этой проблемы. Я только что вернулся из Чехии, из молодежной конференции. Пусть там пьют. Молодежная конференция Чехии. Наверное, можно. Понимаешь, для Чехов пиво, это как... А Русь любить нельзя. Вот как хохол без сала, так Чех без пива. Они сидят, молодежные руководители, и там баночка пива у них на столе, нормально. Ты смотришь, ты сжимаешься весь. Думаешь, да что ж, братцы, Господа не знают. Мы же не чехи. Мы же не чехи. А поэтому, смотри, история нашего народа. Даже сейчас есть научная работа, что есть некий ген алкоголя в нашем народе, понимаешь? Спивающаяся Россия, спивающиеся вот эти села, понимаешь? Люди убивают друг друга. Я недавно в аварию попал. Три пьяных парня, да, напились в дребезги. Хочешь мне доказывать, что от кого есть зло, не надо мне это доказывать. Я это сам знаю. На проводах своих собственных в армии я купил своим друзьям ящик водки, ну я не верующему, ящик водки, а себе, угадай что? Кефирчика. Кефирчика, две баночки, понимаешь? Я принципиально не пил, но сегодня, когда мне говорят, грех прикоснуться, отлучить из церкви, я говорю, ребят, не надо перегибать. Потому что если вашими стандартами подойти, то Христа надо было отлучить и апостолов. Понимаешь, в чем трагедия? Что если взять сухо наше вот сегодня такое богословие, то ни у Христа, ни у апостолов, ни у пророков ветхозаветних не было бы шанса быть членами наших церквей. Ну, я знаю, что есть... Отлучили бы, не пустили бы на порокников. Допустим, я думаю, что, возможно, перегиб в том, что на вечерю берут не вино, а сок. Здесь у меня, как бы, я не могу это защищать, мне кажется, это неправильно. Хорошо. Я не думаю, что это табо от Бога, хотя бы потому, что далеко не все церкви соблюдают строго сухой закон или требуют сухого закона от своих прихожан. Ну, а так как в христианстве существует на эту тему большие разномыслия, причем в консервативном христианстве в том числе, я думаю, что в данном случае это традиция. Несмотря на то, что это не является заповедью от Бога всего лишь традицией, все-таки я лично не позволяю себе употреблять алкогольных напитков. И особенно в культурных условиях российской христианской среды очень желательно, я настоятельно советую христианам стараться вести абсолютно трезвый образ жизни. В других культурах, например, в итальянской или в испанской, это не так обязательно. То есть я не могу доказывать, что в Библии вот написано, что не пей вина, вообще ни капли не пей. Там, послушай, там были назареи, которым было сказано, не пей вина. Нет, 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 которые решали быть назареями и брали не пить вина. Не обязательно. Самсону было, родителям сказали, чтобы он не пил вина и секиры. Отдельная ситуация. Вот, назареи, понимаешь? Да. Или сами брали, хорошо. По обычному священнику позволялось в индейской культуре. Вот мне Господь в свое время явился, я действительно пережил явление ангелов, и мне было сказано, чтобы я никогда не употреблял, почти, но, да, был такой напиток, Радлер, который смешан там со спрайтом, я мог иногда это позволить, да. Мне было сказано, никогда не употребляй. И я четко для себя это взял. Я не могу говорить, что в Библии написано, вот не пей вина, но, смотри, что Павел говорит. Да, я прочитаю тебе, что написано. Наш народ, наш народ, смотри, человек вылез с такого алкоголизма, большинство людей все пьют безмерно, и вот он приходит в церковь, и если он увидит, что кто-то, вот ты, допустим, пастор, будешь пить, он обязательно снова залезет. Кто-то категорически запрещает. Кто-то с этим спорит. А запрет на соблазн есть в Библии, жесткий, внятный, абсолютно, никто с этим не спорит. Но запрет на употребление вина, послушайте, это же никуда не денешься с Библией, абсолютно. Я молчу там, Новый Завет, Канна Галилейская, там, спец, но, псалмопевец, 103-й псалом, благодарю тебя, Господи, благословляю тебя за прекрасный мир, который ты сотворил, там, за воды и горы, за небеса и облака, за реки и моря, за, там, за зверей и полевых, и за плоды и дел твоих, и за траву, и за все, и за вино, которое веселит сердце, запитая, и за елей, от которого, и за хлеб, понимаешь, мы же сегодня, человек, я понимаю, я понимаю, и поэтому я говорю, мы не можем брать это и переносить в нашу культуру, культуру спившихся, абсолютно разложившихся в алкогольном смысле людей. Пастора, они как бы загнаны в угол, они понимают, что если они скажут, ну, брат, давай потихоньку только в меру, смотри, будь осторожным, они как бы дали зеленый свет, кто знает эту меру, кто знает эту осторожность? Человек начинает с маленького, я вот знаю много случаев, люди, которые пришли к Богу, раньше они пили, пришли к Богу, и не пили, какое-то время очень классно держались, мы послали одного человека, миссионера в Севастополь, и он решил там засвидетельствовать бомжам, он раньше был страшный алкоголик, и он много лет не пил совершенно, был прекрасным христианином, шикарнейший проповедник, вот поверь мне, это не заурядный проповедник был, решил засвидетельствовать бомжам, и чтобы стать ближе к ним, понимаешь, вот этот момент, стать ближе к ним, он выпил с ними, назад вернулся голый и босый, спился, и уже похоронили. Другой мой, есть другие истории, да, на каждую историю есть контр-история, вот тебе одна из них, несколько там лет, 10 назад ушел у меня из церкви один парень, уж один из пунктов, пастор Геннадий отказывается внести в устав своей церкви отлучение за употребление, там, бокала шампанского или бокала вина, отказывается, недуховная церковь, ухожу. Ну, окей, иди, я не буду это ставить в Писании, потому что написано, не налагайте бремен более всего необходимых, и там есть четкий список, суть которого, люби Бога и люби людей, но, и вот он уходит, проходит время, он приходит ко мне и рассказывает историю, слава Богу, пришел, извинился, говорит, ты знаешь, наверное, я был неправ, а вот смотри, что случилось, он начал там отдельную церковь, там, служение, и вот что происходит, однажды на церковном совете, вот так задолбали браты, так его заклевали, он говорит, ты не представляешь, шел с советов, дошел до ларька, купил бутылку водки, из горла усандалил, понимаешь, вот и все, я говорю, так что лучше, Сергей Демидович и Геннадий Махненко теперь в социальных сетях, Facebook, Twitter, ВКонтакте, присоединяйся, задавай свои вопросы и становись участником программ «Два портфеля и другая перспектива». Где взять любовь к чужим детям? Кто научит сострадать им, не раня? Как постичь глубину их боли? На книге о государстве бывших беспризорных, о детях, попавших в проблемы с наркотиками, с беспризорной жизнью о сиротах, оказавшихся на улице. Книга, которая написана мной, поможет стать хорошим подспорьем в формировании личности подростка, молодого человека в современном обществе. Геннадий Махненко. Непедагогическая поэма. Христианский центр «Добрая весть» представляет еженедельное телевизионное служение «Господь царствует». Это добрые и благие новости всем страждущим. Присоединяйтесь к удивительной атмосфере Божьего присутствия каждое воскресенье в это же время на телеканале ТБН и интернет-портале «Христианского центра». Библейская стратегия в отношении вина следующая. Никогда Библия не запрещает употребление легких спиртных напитков, легких, подчеркиваю, не нашей барматухи, не нашего пивасика, в котором там градус чуть меньше, чем в водке и в самогонке. Я в этом не понимаю. Легкие спиртные напитки в небольших дозах нет в Библии запрета. Но как только речь идет о пьянстве, о больших дозах, о крепких напитках, тут же включается красный свет. И самое радикальное предупреждение Библии. Вот это библейская граница. А когда мы начинаем бороться с алкоголем в корне, не победим. Ты кефир пьешь? Пью. А ты знаешь, что там градус есть? Лена, какой там градус? Там градус, Сережа! Нет, если ты такой принципиальный, богословский, радикальный тренер, там градус. А ты знаешь... Ты понимаешь, я не подхожу вот так. Я даже могу конфету съесть, и там какой-то алкоголь или еще что-то. Вот, 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 вот. То есть причина не в том, что... А детским питанием кормил своих детей? А в соке виноградном, в детском питании, градус больше, чем в кефире. А ты знаешь, что у тебя в желудочном соке, в желудочном соке, есть бражечка. Вот вчера покушал, а там бражечка, там алкоголь у тебя есть внутри. Но это другое дело. Если ты к босовски корректен, так ты давай это как-то извергни. Послушай. И себя извергни. Послушай, о чем мы говорим? Почему человек хочет пить? Ведь не просто это пища. Человек хочет состояние. И вот попытка расслабиться, получить блаженство, некое переживание, состояние легкости, которое хотел человек после этого братского совета пережить. Вот причина. Он хотел не легкости, а обморока. Легкости не греховно. Смотри. А обморока греховно. Смотри. Несколько моментов. Часть служителей так служит для Господа, так напрягается, что им надо расслабиться. Представляешь? Им надо отдохнуть, получить состояние легкости. А Библия говорит, не упивайтесь вином, а исполняйтесь духом. Второй момент, я считаю, очень важный. Часть людей находит некое такое эстетическое удовольствие. Понимаешь, мой сын маленький, он насмотрелся где-то, и он поднимает чашку, говорит, на здоровье! Я говорю, Ник, ты где-то, понимаешь? В российской культуре русская православная церковь не просто употребляет повсеместно алкоголь, но и священники также принимают причастие с помощью определенного вина, которое называется часто специальное церковное вино или когор. И больше того, получается так, что когор, который идёт на причастие, он должен быть выпит, если это вино освящено. Но непонятно, сколько бутылок нужно приготовить священникам, потому что неизвестно, сколько точно прихожан будет. Но вино нельзя оставлять освященное до завтрашнего дня. Поэтому многие священники после причастия выходят из церкви в состоянии алкогольного, страшного алкогольного опьянения. Часть православной церкви превращается в общество трезвости. Понимаешь, хамить можно, дерзить можно. И въезжать можно, но зато прикоснуться к бокалу вина нельзя. И они чувствуют себя святыми, потому что он не прикасается к вину. И он хамит тебе стоит, но чувствует себя святым. Неужели, когда мы боремся с пьянством, мы должны сказать, вот только не пейте, но хамить можете. Да когда человек напьётся, он обязательно тебе нахамит. Пьянство, раздражение через запятую. Раздражение через запятую. Понимаешь, мы не общество трезвенников, кто-то хорошо сказал. Мы трезвящиеся общества. Вот то всё, что ты говоришь, оно в пьянстве скрыто. Серёжа, дай человеку напиться, и он тебе и нахамит, и на блуде, и закурит. Всё, что хочешь сделать. Лет ещё 15 назад, я, начиная свою практику христианского журналиста, был редактором христианства сегодня газеты, да, но я делал статью об этом. Я опрашивал пасторов, многих пасторов, христианин и бокал шампанского. Ваши отношения? Боже. Ну какие все правильные там, понимаешь? Все, да нет, ни в коем случае, ни грамма, никогда, нет. Заканчивается интервью, отключаю микрофон, говорю, ну а теперь вот не для микрофона, не для статьи. Я понимаю, там, соблазнен, всё. Позволяешь иногда себе, чуть-чуть устал, пришёл уставший, огорчённый, там, просто перед сном, не знаю, там, для желудка. Ну, позволяю, позволяю. Почти все там, один, два, понимаешь? Послушай, так что мы рождаем? Мы лицемерие рождаем своими радикальными запретами. Действительно. Лучше скажи им, что говорить писали. Давайте будем честными. По возможности воздерживаться от блуда, ну если невозможно, ну... Ну искренними будем. По возможности меньше пить. Яков Фризин, Германия, наконец-то, хоть немножко, хоть что-то тут. Я считаю, что не само вино опасно, и его не надо рассматривать как какого-то демона или как беса, а само отношение к вину. И вот здесь вот именно отношение, а если мы говорим за наше мышление, за наше отношение, то очень много вещей, на которые нужно обратить внимание. Точно так же, как обжорство. Говорится, что обжорство — это грех. Но мы же всех кушаем каждый день. Насчет преломления, когда мы употребляем вино, которое символизирует кровь Иисуса Христа, то я категорично против, если начинает говорить то, что вино нельзя пить, потому что люди могут вернуться к старой зависимости. Если мы конкретно будем смотреть старый и новый завис, если говорится даже о плоде виноградном, то это именно имеется в виду вино. И я просто за то, чтобы на преломлении было настоящее вино, не какой-то сок виноградный. Если мы говорим за свободу, если Бог освободил человека, и один глоток вина его снова возвращает на старую дорогу, тогда у меня большой вопрос о этой свободе. Согласен, что на вечере было вино. Ну, не только за преломление. За обжорство согласен, что это точно такой же грех, с которым нужно бороться, понимаешь? Вот. Сколько отлученных за обжорство ты знаешь вот в твоей церкви? Пожалуйста. Быстрее, список мне. 20, 30, 40. А? Сколько? Я не припомню ни одного. А знаешь, я думаю, надо было бы многих отлучать, поэтому это сквозь пальцы. Вот поэтому это сквозь пальцы. И пастора могут обжираться. Понимаешь, Кенна? Пашки и христиане, а тут... Кенна, когда человек обжирается, он делает сам себе проблему. Я не видел ни одного, который наелся и пошел буянить. Понимаешь? Он наелся и любал. Все бездыханно, понимаешь? Но когда человек напился, его на подвиги тянет. Он за руки садится, еще куда-нибудь. Я против лицемерия. Это раз. Смотри, что происходит. Приезжает, мне рассказывал прекрасный пастор, замечательную историю. Приезжает команда служителей в Данию. Конференция. Лидеры, служители, пастора, разные деноминации, разные церкви приезжают. Покушали хорошо в Дании. Покушали, а как-то запивать особо нечего. А там пиво в бутылочках стоит. И как-то оно так стоит, так где-то бочком. Так вот, смотри же, происходит. Первый день, покушали, кинулись пиво на месте. Второй день, половины бутылок нет. Только постарались служить. Третий день, бутылки ни одной уже нет. Понимаешь? Вот, вот. Так ты сейчас сам против себя. Тихоря, по чуть-чуть. Позволяются вернули христиане. Хочешь сказать всем телезрителям, что из-за того, что это страшно быть лукавым. Давайте сейчас объявим. Пейте, дорогие друзья. Стоп, стоп, стоп. А что? Не дай бог напиваться. Пьяницы не наследуют царство Божье. Пьянство страшное. Предлагают старая восточная прища. Три греха на выбор. Монаха поймала какая-то царица. Три греха, говорит, на выбор. Выбирай любой. Убить козу, переспать с ней, или выпить бутылку. Монах думает, убить козу, страшный грех, убийство. Переспать, ну, блуд, страшный грех. Наверное, выпью бутылку. Выпивает бутылку и переспал с ней и убил козу. Господи, слава тебе за мудрость в этой притче. Вот ты сам все рассказал. Ты понимаешь? Отношение христианина к алкоголю, вот истоки этого вопроса я нахожу в Священном Писании, когда Бог заповедал священнослужителям не касаться вина для того, чтобы они были способны различить святое от несвятого. Потому что воздействием алкоголя разум человека затуманивается, и не всегда можно отличить, что хорошо и что плохо. Поэтому многие люди впадают в различные искушения, безрассудные поступки именно как раз под воздействием алкоголя. Поэтому нам нужно не смотреть на вино, как оно искрится, а как можно дальше держаться от этого пагубного действия. И на вечерю Господню здесь, в Соединенных Штатах Америки, мы принимаем как виноградный сок без алкоголя, а также и для вечери употребляем кошерное виноградное вино. Вот скажи, что плохого, что может произойти самое плохое, если человек перегнул палку и не пьет? Ну что может плохого произойти? Произойти может следующее. Человек тайком, чуть-чуть пьет и думает, все, Господь меня отринул, Господь меня покинул. А раз уж он меня покинул, то шо ж уж мне терять? Так давай, 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 давай сигнал-то так дадим. Пейте, друзья мои, и в нас не осуждайте себя в совести. Бог вас никогда не покинет. Человек свободный человек. Свободный человек. Вот позволь себе, дай я сделаю заявление, я свободный человек. Могу пить, могу не пить. Я в семье алкоголиков никогда не пил, но вокруг меня несвободный народ. А я считаю, вокруг меня люди из репцентров, у меня куча служителей, бывших алкоголиков, наркоманов, я не могу их соблазнять. Проблема в том, что я свободный. Я лично свободный, а народ вокруг несвободный. Поэтому, поскольку мы живем в стране собачьих сердец, где уровень алкоголизма повышенный, конечно, церковь евангельская должна поднять стандарты очень высоко. Но я умоляю, ну не надо превращаться в общество трезвенников и приличных людей, не с собачьими сердцами, а отлучать из серфи за то, что на Новый год он купил бутылочку шампанского и полбокала выпил. Я тебе описываю твою ситуацию. Сто процентная ситуация, в которой многие сейчас у нас видят, они оказываются. Так как он живет в стране, где собачьи сердца есть, где общий уровень алкоголизма очень высокий, пить нельзя всенародно, пить нельзя в обществе, поэтому он тайком ищет какой-то дальний магазинчик, оглядывается, никто ли не видит, заворачивает бутылочку пива куда-то себе под низ туда ложит. А выход, а выход, это говорить о библейской норме. И пьет дома. А библия как раз, она ни в ту, ни в другую сторону, не перегибает. Она говорит, пьяница не наследует царства Божьего. Жестко, прямо и откровенно. Но она также не запрет. А я тебе скажу, в какую ситуацию я попал. Молимся за людей. Люди выходят наперед. Подходит сестра, плачет, исповедуется и говорит, пастор, скажи, а пиво пить можно? И вот если ты, имея свободу в себе, да сам, ты же не можешь ей сказать, что нельзя. Она плачет дальше и говорит, муж стал домой пиво приносить, а после этого стал вино приносить, а сейчас уже водочку приносит, понимаешь? Вот надо визвестную ситуацию и сказать, можно или нельзя. Вот наша культура накладывает на нас очень серьезное время. Понимаешь, собачий, шариковщина. Проблема не в вине. Христос сделал его на свадьбе. Проблема не в вине, за которую благословляют в Ветхом Завете Писание. Проблема в шариковщине, в наших мозгах, в алкоголизме в нашей стране. А если просто принять решение раз и навсегда, я не пью ни дома, ни в гостях, ни в самолете. Решение, знаешь, какое напряжение? Это же не трудно. Шарикову христианина под градусом нет. Нет христианина под градусом, нет. Дальше. Но шарикову пиво не давать. Не давать. Понимаешь? Я считаю, шарикову пиво не давать. Вот на этом и остановимся. Давай на этом хотя бы хоть как-то сойдемся. Согласен. Все, поехали. Иван Армольевич, покорнейше прошу, пиво шарикову не предлагать. Пиво шарикову не предлагать. Пиво шарикову не предлагать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!